Добрый вечер! Мы начинаем свою работу в прямом эфире. И сегодня, если кто пожелает позвонить, то я думаю, что вопросов будет много. Звоните нам на телефон, который будет указан внизу экрана. Они периодически будут появляться. А тема нашего разговора сегодня – работа многофункционального центра. Это слово уже известно нашим жителям, потому как многие наверняка уже обращались в этот центр по каким-либо вопросам и документы изготавливали. И об этом, обо всем мы сегодня поговорим с нашим гостем, начальником организационного отдела многофункционального центра Ленинского района Сергеем Сергеевичем Бойковым. Добрый вечер! Добрый вечер! Сергей Сергеевич, я начала с того, что люди уже знакомы. Действительно, хорошо знаком многофункциональный центр нашим жителям? Насколько активно обращаются? Я хочу сказать, что знаком, конечно, количество обращений, если сравнивать с 2013 годом, возросло практически в 3 или в 4 раза. Сегодня я могу привести цифры за январь месяц. У нас обращение в МФЦ составило по итогам за январь 20 981 обращения. Это практически 912 обращений в день, в сутки. Так что некоторые услуги предоставляются только на базе МФЦ. Это услуги Росреестра, управления земельно-имущественных отношений, градостроительства. Заявление можно подать только на базе МФЦ. Поэтому, конечно, и бренд мои документы узнаваем, и МФЦ, конечно, все знают, куда идти, как идти, и знают, что их там примут с улыбкой. Вам скоро уже исполнится 4 года, да? Да, 4 года. Давайте вспомним, как все начиналось. С чего начиналось? Со скольких услуг? Может быть, как вообще задумывался этот центр? Ну, начиналось все с решения главы районной передачи под МФЦ здания бывшего райкома партии и школы искусства, с реконструкции этого здания. Ну, в январе было создано муниципальное казенное тогда учреждение, отреконструировано здание, и в сентябре месяце состоялось официальное открытие. Ну, сначала штат МФЦ составлял... Ну, штат был небольшим, да, 25 человек. Услуг предоставлялось, если не говорить о муниципальных услугах, то их предоставлялось чуть больше 80 услуг, считая муниципальные. Если сравнить с нынешним уровнем предоставления услуг, то сейчас предоставляется на базе МФЦ более 260 услуг. Из них муниципальность составляет 15%, а остальные федеральные и региональные услуги. А вот есть ли в соотношении, например, платных и бесплатных? Ну, услуги муниципальные все бесплатные. Региональные по большей части бесплатные. В федеральных присутствует такое понятие, как госпошлина. Информация у нас размещена на официальном сайте МФЦ по госпошлине. Это в основном услуги Росреестра, Кадастро. А в градостроительной деятельности услуги бесплатные. В области на сегодняшний день 104 многофункциональных центра. И наш губернатор Андрей Воробьев подчеркивает важность развития системы многофункциональных центров и увеличения услуг. Об увеличении услуг мы поговорим немножко позже. А сейчас я хотел бы спросить, сколько у нас всего пунктов? Центр, я так понимаю, у нас один, но у нас еще есть и пункты. Да, мы должны достигнуть уровня доступности услуг, в том числе по месту пребывания. Что значит по месту пребывания? Это в поселение. Уровень доступности 90%. Сейчас, если по расчетам и задачам, которые поставил и правительство, одно окно на 5000 жителей, в том числе и в отдельно взятых поселениях, мы достигли этого уровня в 100%. О чем я говорю? Я говорю о том, что у нас удаленные рабочие места организованы во всех шести поселениях. Я не беру видные, потому что здесь базируется основное, большой центр. Открыто 11 рабочих мест, в том числе места паспортного стола. Поэтому они работают три раза в неделю, конечно, не так, как график работы МФЦ, без выходных с 8 до 8. Там сотрудники работают не на постоянной основе, они командируются к месту. Графики работы, опять же, размещены в МФЦ. Но в любом случае уже не нужно, даже в это время, когда работает МФЦ, можно прийти туда, а не ехать в город. Но это особенно ценно для маломобильных групп, которым трудно добраться на общественном транспорте, или нет родственников, которые могли бы их довести до центрального МФЦ. Зная о доступности, прийти, подать заявление и получить услугу. Наш корреспондент буквально вчера был в одном из территориальных пунктов. Давайте посмотрим сюжет, который сняли там, даже, по-моему, в двух пунктах. В двух, да. Да, мы сейчас посмотрим сюжет и потом продолжим разговор. Жители Ленинского района уже и не помнят того времени, когда не было Видновского многофункционального центра. Здесь по принципу одного окна можно получить порядка 300 государственных и муниципальных услуг. С недавних пор для большего удобства отделения МФЦ появились в каждом поселении. Все они располагаются в зданиях местных администраций. Точный график работы каждого поселенческого многофункционального центра указан на сайте mfcvidne.ru. Удобно пришел, сдал. Скажут, время получил. Очень удобно, нравится. О развитии многофункциональных центров в своем ежегодном обращении говорил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в 2003 году, когда МФЦ организовывалось, было только 300 тысяч посетителей. В 2016 году эта цифра выросла до 10 миллионов, но это не сказалось на качестве предоставляемых услуг. Территориальные отделения открыты три раза в неделю, а районный центр принимает клиентов ежедневно. Это стопроцентный охват населения в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Жителю удобно обратиться в один из офисов МФЦ, расположенных либо в поселении, либо в основном здании МФЦ. В основном здание удобнее, потому что мы работаем каждый день с 8 до 8, открыто для каждого заявителя. В любое для него удобное время он может прийти. Также он может записаться предварительно как по телефону МФЦ, так с порталу госуслуг. При личном обращении к администратору МФЦ он может также записаться на прием на удобное для него время. Для Дениса и Анны Журавлевых отделение МФЦ в Молокове под спорьем. Имея двух маленьких детей, ездить видно и неудобно. А так все услуги всех государственных и муниципальных структур, что называется под боком, многофункциональным центром они пользуются регулярно. На этот раз пришли получать постоянную прописку. Было тяжелее намного. Сейчас хоть и долго, но по крайней мере в одном месте. Территориальные отделения принимают документы на весь ряд услуг видновского МФЦ. Но получить, например, гражданский или загранпаспорт, а также водительское удостоверение придется в видном. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Все-таки за водительским удостоверением и за паспортом ехать надо будет все-таки видно, да? Да, придется ехать, Видное. Но я скажу следующее. Сейчас уже предоставляется услуга выдачи паспортов. Хотелось бы отметить, что до 1 февраля существовал такой порядок, неудобный совершенно для заявителей и для граждан. То есть заявление они подавали в МФЦ, а уже сам паспорт получали в миграционных пунктах, где, мягко говоря, условий для мест неожидания, ну, вообще условий было мало, конечно, и неудобно для заявителей. С 1 февраля и заявление, и готовый паспорт будут получать на базе МФЦ. Единственное, я хотел бы предупредить наших зрителей, что по тем заявлениям, которые были зарегистрированы и переданы до 1 февраля, все-таки придется паспорта получать в миграционных пунктах. Что касается выдачи водительских удостоверений. Вот вы сейчас все сразу расскажете. Давайте подождем немножко, потому что у нас подготовлены, во-первых, сюжеты, а во-вторых, вот мне бы хотелось еще про территориальные пункты поговорить. Вот эти пункты, как вы говорили, они, в общем-то, работают не так активно, да, как, например, центральный наш офис. Да, конечно. Вот, но в любом случае, какие все-таки отзывы? Наверняка вы же смотрите, да, и по отзывам работаете. Ну, вы знаете, вот мы ведем статистику, естественно, обращений, в том числе поступающих жалоб, в том числе поступающих через портал Добродел. Вот на срезе этих жалоб, да, и анализ показывает, что на работу именно территориально, в подразделении, да, жалоб практически нет. Единственное, поступали жалобы, когда, ну, бывало и такое, люди все люди, когда сотрудник МФЦ в силу каких-то обстоятельств попадал в пробку и, ну, немного опаздывал на 5-10 минут. А в общем-то жалоб нет, только положительные отзывы. Да, именно из-за доступности, ну, и квалификации сотрудников в том числе. Но вообще требования по подготовке документов такие же, как и в центральном офисе? Абсолютно такие же. И время изготовления? Да, и не только по подготовке документов, стандарт на единый для МФЦ, в том числе и стандарт общения с заявителями. Да, и требования к сотруднику абсолютно одинаковые, что в главном офисе, что в дополнительном. Вот вы сказали, что туда командируют, да? Каков сейчас, в общем, целиком штат, напомните? Стоит сказать, что был штат в 2016 году 106 человек. Главой района принято решение с 1 февраля увеличить штат до 122 человек. Это решение было принято, в основном увеличились штатные единицы именно в отделе приема заявителей. Для открытия большего количества окон, да, которых сейчас 30, а фактически, ну, задействовано 21-22. Это первое. И для повышения комфортности получения услуг и уменьшения времени ожидания. Так что сейчас 122 человека. А посадить-то их будет куда? Не окажется ли так, что надо будет и расширять помещение? Нет, нет, нет. Готовые рабочие места есть. Они полностью, в полном объеме оборудованы и компьютерами, и информационными системами. Поэтому найдем, где исполнять свои должностные обязанности. Единственное, что хотел бы сказать, что поскольку и раньше это были вакантные места, мы приглашаем всех креативных людей, независимо от возраста. Единственное требование, да, они три едины. Ну, плюс образование, но это уже может быть. Высшее обязательно. Да, высшее, да, но рассматриваются разные варианты. Да, если, допустим, получает человек заочное образование, этот вариант тоже рассматривается. Самое главное, самое главное требование, это первое, которые важны само по себе, это коммуникабельность в обязательном порядке, поскольку работа с людьми. Это обучаемость, поскольку в процессе обучения за три месяца испытательного срока, ну, просто невозможно узнать логистику работы по 260 услугам. Да, то есть человек должен обучаться и быть обучаемым, и постепенно обучаться в ходе своей работы. Ну, а третье, наверное, ответственность. Ответственность, ну, я называю это желанием работать. Да, когда человек с желанием, у него глаза горят, ну, тогда у него все получится. Я знаю, у вас достаточно молодой коллектив. Ну, нет, у нас есть и возрастные, да, которые не уступают молодым. А вот раз у нас сейчас по всей стране открыты многофункциональные центры, наверняка уже и вузы начинают подготовку специалистов, нет? Ну, я об этом не слышал, но у нас на базе МФЦ с помощью уполномоченного МФЦ Московской области проводится дистанционное, постоянное обучение сотрудников, без которого вообще невозможно. И плюс совместно с администрацией Ленинского муниципального района сейчас разрабатывается как бы план обучения сотрудников в плане проведения психологических тренингов, обучения практики делового общения и тренинги по выходу из различных конфликтных ситуаций. Ведь мы понимаем, что люди приходят с разным настроением, с разной судьбой, да, и общаются абсолютно по-разному. Но мы не имеем права, и оператор не имеет права каким-то образом показывать свое настроение. И мы считаем, и директор считает, и глава района считает, что заявитель всегда прав, и в каком бы настроении он не пришел в МФЦ, он должен уйти довольный и с улыбкой. Кроме того, что профессия интересная, работа интересная, чем еще можете привлечь, вот как работодатели, людей, которые вы хотели у себя видеть на работе? Ну, привлечь. У нас очень дружный, хороший коллектив. Просто великолепный коллектив. Поэтому у нас в коллективе и в отделе приема заявителей, и в отделе подготовки существует такое понятие, как наставничество, да, товарищеские отношения. То есть мы не делим «это мое окошко, это твое окошко», это мои заявители, это не мои заявители. У нас принято помогать друг другу. У нас существует коллективный договор, да, и дополнительные отпуска, и за свой счет, и дополнительные отпуска к основному отпуску. Вот. Ну, и работа сама по себе интересная. С людьми все-таки. И получаешь огромный опыт, причем в разных областях. И в градостроительстве, и в области социальной поддержки населения, и в сфере земельно-имущественных отношений, в том числе и в правовом аспекте. Ну, а зарплата? Ну, а зарплата универсальных операторов, да, у нас составляет до 30 тысяч рублей. Правда, испытательный срок максимальный три месяца. А, испытательный срок все-таки существует. Три месяца, да. Ну, это, в общем-то, правильно. Нужно же понять и самому человеку. Да, да, сразу. Ну, сразу человек не ориентируется. То есть в течение трех месяцев идет интенсивное обучение сотрудников. Ну, и, конечно, его работа. И через три месяца он уже начинает самостоятельно работать, самостоятельно принимать документы по всем услугам. Ну, сейчас мы перейдем к другой теме, о которой мы уже начали говорить. Я предлагаю посмотреть сюжет об одной из услуг, которая появилась 1 февраля. Это о том, что можно теперь оформить в многофункциональном центре паспорт. Ежедневно услугами многофункционального центра пользуются сотни жителей Ленинского района. Люди привыкли, что есть одно место, куда можно прийти и оформить множество различных документов. А это практически все, что связано с государственными и муниципальными структурами. С появлением МФЦ пропала нужда обивать пороги десятков кабинетов или мотаться по городу в поисках нужной печати. Достаточно обратиться к сотруднику центра, объяснить проблему и передать необходимые для ее решения документы. На сегодняшний день Видновский многофункциональный центр оказывает порядка 300 видов услуг. Организация здесь высочайшая. Все делается в срок. Я обращался уже около пяти раз относительно дачного участка, имущества, относительно недвижимости. Пришел, все услуги получил сразу. И если что-то непонятно, тебе всегда объясняют. Это экономит наше время. Все модернизировано. Но меньше в очереди сидишь. Поэтому работа ведется, видимо. И еще, я думаю, что со временем будет еще лучше. С 1 февраля количество предоставляемых услуг увеличится. В частности, кажется, можно будет окончательно забыть о паспортном столе. Раньше в МФЦ только лишь принимали документы на оформление гражданского и пятилетнего загранпаспортов. Забирать их приходилось все равно в другом месте. Теперь получение готовых будет осуществляться здесь же, что значительно облегчит жизнь. Это намного удобнее. Потому что сюда можно приехать в выходной день, не в будни в любое время. А если получить просто паспорт, это в определенные дни, в определенные часы. Действительно, график работы паспортного стола достаточно неудобный. В то время, как многофункциональный центр работает каждый день. И максимальное время ожидания в очереди здесь составляет не более 15 минут. Мы принимаем ежедневно с 8 утра до 8 вечера, что, соответственно, удобно для многих жителей, которые работают далеко, и могут прийти в выходной день и обратиться в МФЦ. Комплектация документов на оформление паспортов никак не изменилась. Госпошлина также осталась прежней. Единственное, что, если вы решите заполнить документы на новый паспорт на портале госуслуг, то получать его вам придется в территориальном подразделении миграционной службы. Юлия Фагасян, Владимир Бижонов, Видное ТВ. На самом деле, замена паспорта или получение паспорта нового, это достаточно серьезная процедура. Ну, это серьезная процедура. Но чем удобнее в МФЦ, поскольку там требуется выписка из домовой книги, которую он может получить в одном окне, и не бегать никуда. Сейчас МФЦ оказывает услуги паспортного стола управляющей компанией. Правда, пока не всех. У нас управляющая компания ЖКХ Ленинского муниципального района, Техстрой и Радекс. Мы сейчас ведем уже и с Бутова парк, и с микрорайоном в деревне Сопроново. То есть заключаем договора и берем на себя, осуществляем функции паспортного стола. Это значит выдача всех справок, касающихся прописки, которые требуются в том числе и в органы соцзащиты, в том числе и для получения паспорта. Кстати, тут вопрос по этой теме. При замене паспорта впишут ли мне детей или придется идти в другое место? Значит, при замене паспорта все впишут, но на все записи, которые имеются в старом паспорте, нужно представить документы, оригиналы, которые скопируют и направят в миграционный пункт. Если необходимо сделать запись о детях, которых не было в старом паспорте, то все равно нужно предъявить свидетельство о рождении детей. Тогда их впишут свидетельство о браке, свидетельство о разводе. В общем, документы личного так называемого хранения все равно нужно предъявить для внесения записи в паспорт. То есть, кстати, у меня у самой была такая ситуация, когда я меняла паспорт, мне сказали, что мне все сделают, это еще было в паспортном столе, но мне не вписали туда детей, у меня до сих пор нет детей, хотя у меня их трое. Я могу прийти в МПЦ с документами? Ну, поменять паспорт, да, это возможно. Не поменять, а именно вписать детей просто. Вписать детей, да, надо представить документы. И вписать. Ну, естественно, на основании документов, потому что каждая отметка в паспорте должна обосновываться оригиналами документов. Оригиналами документов предоставлено право заверять сотруднику МФЦ. Это на уровне федерального закона. Поэтому оригиналы нести повторно в какой-то миграционный пункт нет необходимости. На самом деле, российский паспорт – это одно, а вот заграничный паспорт. Ну, заграничный паспорт, алгоритм точно такой же. За исключением так называемых паспортов нового образца в десятилетних, поскольку там требуется специальное программное обеспечение оборудования. Вопрос, конечно, решается. Я надеюсь, что он будет решен, но пока на данный момент нет, конечно. И хотелось бы еще добавить по паспортам гражданским. Значит, мы не принимаем первичное заявление в некоторых случаях при порче, утере или краже паспорта. Вместе с тем, ну, поскольку это является с точки зрения закона административным правонарушением, да, и необходимо уплатить штраф. А работник МФЦ протокол выписать не может. Поэтому первично нужно обращаться в миграционный пункт полиции, значит, получить постановление. Но, опять же, при выписанном постановлении и оплате этого штрафа, он, опять же, может обратиться в МФЦ с таким же набором документов и получить паспорт в МФЦ. Вот такое вот. А вот что касается все-таки загранпаспортов, когда, я помню, тоже оформляла, я помню, мне говорили, нельзя нигде ошибиться. Кто заполняет заявление все, чтобы все-таки обычный человек... Ну, заявление вообще с точки зрения закона заполняет заявитель. Заявитель. Да, заявитель сам, и он отвечает за данные, которые вносят в заявление. Единственное, что нам сейчас удалось автоматизировать процесс, это процесс на базе паспортного стола, это прописки. Да, потому что там, ну, честно сказать, сложные формы, да, и сложная тематика сокращений, которые можно допускать, не можно допускать. Поэтому это сейчас уже начинают составлять у нас работники отдела регистрационного учета. Поэтому заявление на программ паспорт как бы заполняется самостоятельно. Вот пока так. А свидетельство о рождении вы же тоже уже делаете для детишек? Свидетельство о рождении, это в ЗАГСе, я сейчас не могу сказать, да, ну, я уточню, конечно, по всем там более 260 услуг, да, мы представляем в том числе и ЗАГСа услуги, но по свидетельству о рождении пока сказать не могу. В области похоронного дела погребения, да, сейчас рассматривается вопрос, все процедуры пройдены, и я надеюсь, что мы уже на середину февраля будем эти услуги оказывать тоже на базе МФЦ. То есть вот они постепенно, все эти услуги появляются, еще какая-то появится скоро, в общем, какой-то план есть вообще? Значит, планируют, что касается, ну, услуги, те, которые на муниципальном уровне, и те, которые вообще не то, что целесообразно, а возможно оказывают на базе МФЦ, они все переданы давным-давно. То есть муниципалитет, администрация района не принимает заявления по услугам, они 100% предоставляются на базе МФЦ. Что касается региональных и федеральных услуг, они добавляются, ну, допустим, полный список я сейчас не могу озвучивать, но, допустим, с 1 января у нас добавилось региональных услуг более 60. И федеральных услуги, самые важные, это вот две, да, с 1 февраля. Это паспорта и водительские удостоверения. Давайте про водительские удостоверения сейчас сюжет посмотрим, потому что наверняка у нас смотрят телезрители, водители, которым, возможно, предстоит как раз прийти к вам в центр и поменять документ на вождение. Каждый водитель знает, прошло 10 лет, пора менять водительское удостоверение. А некоторым с этим приходится сталкиваться и раньше. Например, если права были потеряны или испорчены. До недавних пор, чтобы получить новые, автолюбители шли исключительно в госавтоинспекцию. Теперь же появился еще один адрес. В настоящий момент появилась возможность обращаться в МФЦ за заменой и выдачу водительских удостоверений. Тем самым в ГИБДД это немножко разгрузит очереди на замену и даст возможность гражданам, которых, может быть, территориальное местоположение, их проживание, место проживания, позволит им ближе ходить в МФЦ, чем в ГИБДД. С 1 февраля воспользоваться услугой по замене водительского удостоверения можно в каждом многофункциональном центре страны. Для этого достаточно взять с собой необходимые документы, а это паспорт, старые права и медицинская справка, если замена осуществляется по причине окончания срока действия. Здесь вас бесплатно проконсультируют и сфотографируют. Останется лишь прийти через 4 дня снова, чтобы забрать права. Процесс замены водительского удостоверения, что через органы ГИБДД, что в МФЦ, она примерно одинаковая. Единственное, что люди знают, что для того, чтобы получить какую-либо услугу, они приходят в МФЦ, а не ходят по различным органам власти. Я знаю, что в органах ГИБДД тоже достаточно комфортные условия, и все достаточно быстро делается. Но здесь именно концентрация государственных муниципальных услуг в одном месте. Госпошлина на нововведение никак не отразилась. Все те же 2 тысячи рублей. Более того, если заявление на замену водительского удостоверения запомнить на портале госуслуг и оплатить онлайн, то сумма уменьшится на 30%. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. То есть водительское удостоверение можно получить и в ГИБДД, и у вас? В МФЦ с 1 февраля предоставлено право на базе МФЦ получения услуг по замене водительского удостоверения. Но первичное получение все равно осталось за ГИБДД. Тогда, когда первичное получение нужно сдавать экзамены, теоретически и практически, это осталось на уровне ГИБДД. Последующая операция замена по окончанию действия удостоверения при утере и всех остальных моментов жизненных предоставлено право МФЦ. Единственный у нас момент, поскольку соглашение о предоставлении этих услуг конкретно на базе МФЦ было подписано уполномоченным МФЦ в январе месяце, и определен был состав оборудования, которое необходимо для предоставления данной услуги, для обеспечения ее. Но это такие, как ламинатор, вырубщик, причем не простой вырубщик, а своеобразный. Поэтому у нас реально предоставление данной услуги, вот мы будем предоставлять с 1 марта. Когда будет поставлено оборудование, и с 1 марта можно будет заменить, прийти в МФЦ удостоверение. Еще один нюанс, с 1 февраля мы уже принимаем заявление на выдачу международного удостоверения. То есть эта услуга уже осуществляется. А здесь просто конкурсные процедуры, они как бы более-менее продолжительны. И до 1 марта нам поставляют оборудование, и с 1 марта мы уже начинаем оказывать данную услугу. А вообще, когда внедряется какая-то услуга, какая работа предварительно проводится? Ну, предварительная работа, во-первых, заключается соглашение. Да, соответствующим. Уполномоченное МФЦ заключается соглашение с соответствующим органам государственной власти. Министерством, ведомством, федеральным, региональным, где определяется полный порядок действия специалистов МФЦ и зоны ответственности МФЦ. После организуется обучение сотрудников МФЦ сотрудниками данного ведомства. Затем принимаются экзамены, и уже потом назначается дата, которая прописана в соглашении, начало оказания данных услуг. Вот такой алгоритм действий по новым вводимым услугам. То есть, вот сами сотрудники, они все, как это сказать, могут любую услугу взять в работу? У нас реализовано, как и в других МФЦ, да, это и задача губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Все операторы у нас называются универсальными. У нас нет специалистов по отдельным услугам. Да, поскольку это нерационально, поскольку трудно было бы удержать показатель по ожиданию в очереди на уровне таком, каким мы его удерживаем. То есть, до шести минут. Да, вот, допустим, у нас составил в 2013 году, я могу статистику сказать, среднее ожидание в очереди, это среднее, да, составляло 25 минут. Значит, по результатам 2016 года составило 3 минуты 48 сотых. Среднее ожидание. Среднее ожидание. Конечно, в пиковой нагрузке, да, количество талонов, вернее, ну, отдельные люди могут ждать и до 30 минут, да, мы отслеживаем количество таких талонов, как и время приема заявителя оператором. Есть установленные нормы. Есть такое табло руководителя, где он в режиме онлайн, да, видит все, что происходит в МФЦ, в том числе и уровень ожидания, тех или иных, и в каждом окне, как работает оператор, и сколько он работает, принимая документы с заявителем. И соблюдают ли установленные нормативы, когда прием документов не может превышать 30 минут. Ну, вот так вот. Ну, наверное, и сами услуги есть какие-то более трудоемкие, вот и больше документов надо собрать. Самые трудоемкие услуги, да, это в сфере градостроительства, в сфере Росреестра и кадастра, да, а самая простая – это выписка из домовой книги. Приходит, буквально человек получает за одну минуту и счастливый уходит. А вот, как вы уже сказали, что, например, те же права можно получить и в ГИБДД, и у вас. А есть ли какие-то учреждения, да, организации, которые теперь уже не занимаются выдачей документов и полностью легли заботы на МФЦ? Ну, я уже ранее сказал, это Росреестра, это кадастра. Полностью? Полностью, да. Это услуги в сфере градостроительства, да, именно региональные услуги. Это услуги в сфере градостроительства муниципальные. На муниципальные услуги ни одно заявление невозможно сдать в администрации, только на базе МФЦ. Поэтому и в данном случае водительские права тоже в безусловном порядке передаются, как и паспорта, только на базе МФЦ. Ну, за исключением случаев, о которых я сказал. Так, у нас вопрос есть. Могу ли я через МФЦ получить уведомление о налогах, подать запрос на справку об уплаченных налогах и получить сведение из Госреестра на вакоплательщик? Последнее, да. Из единого реестра, конечно. Написав заявление, там же он получит. И на первые два вопроса это справка о налоговой задолженности. Да, конечно. Так, и вот еще вопрос. Можно ли в МФЦ узнать, есть ли штрафы о нарушениях от ГИБДД, есть ли возможность их оплатить через МФЦ? Такая возможность, нет, такой возможности у нас нет, схематики нет. То есть, чтобы узнать штрафы ГИБДД, нужно воспользоваться онлайн-сервисом, либо официального сайта ГИБДД, либо через портал. И не понимаете вы. Да, пока нет. Но возможно будет. Ну, возможно будет, но пока нет. Так, и вот еще такое интересное, это не вопрос от телезрителей, это как бы мой вопрос. Да, вот я знаю, что в арсенале МФЦ с 1 января 2017 года появилась еще одна услуга, выдача гражданам справок об отсутствии административных наказаний за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Я так понимаю, что это для приема на работу? Ну, наверное, как это дополняет справку о судимости, которую мы предоставляем давно. Просто дополнили, да, такой ведь справки, которая, возможно, требуется для устройства на, ну, поддельном категории. Да, на госслужбу, либо там в определенные, допустим, учреждения. Да, такая услуга предоставляется. Пожалуйста, мы ждем заявителей, готовы принять заявление и оказать услугу. Так, у нас есть еще вопросы. Брал выписку из ЕГРН, заплатил госпошлину 400 рублей, но документ выдали с ошибкой, некорректный адрес. Чтобы получить правильный вариант, нужно ли снова оплачивать госпошлину? Вы знаете, запишите, пожалуйста, мой телефон 8-926-603-04-51, позвоните мне после 11 часов, я вам подробно... Завтра? Да, завтра, конечно, завтра. Да, я подробно вас проконсультирую по данному вопросу. Вот, и вообще, с точки зрения закона, я вам объясняю, да, что орган, допустивший техническую ошибку, обязан при повторном обращении без повторной пошлины исправить техническую ошибку в течение пяти дней. Это требование 210-го федерального закона. Я напомню еще раз телефончик, потому что, возможно, не успели записать. 8-926-603-04-51. Сергей Сергеевич Бойков. Так, следующий вопрос. Можно ли через МФЦ сдать заявление на получение бесплатного земельного участка для многоодетных семей? Виталий спрашивает. Да, конечно. Есть такая услуга, она предоставляется, это услуга муниципальная, она предоставляется управлением земельно-имущественных отношений администрации района. Да, постановку в очередь на бесплатное получение земельных участков. Пожалуйста. А вот все документы, какие, вот с перечень документов, например, вот на предоставление какой-либо услуги, я тоже могу получить такие сведения в МФЦ или где я могу такие сведения получить? В связи с тем, что сейчас наш сайт полностью перерабатывается, увеличивается функционал, а это требует какого-то времени. Административный регламент размещен на официальном сайте администрации, в том числе вот по этой услуге. Перечень документов там есть. Там есть раздел муниципальной услуги, административные регламенты, где можно посмотреть в оригинале административный регламент и срок оказания услуги, и административные процедуры, и в том числе состав документов, необходимых для оказания данной услуги. Так, и еще один вопрос. Если дочь приедет с Дальнего Востока, может ли она в нашем МФЦ выписаться оттуда и прописаться в «Видное»? Татьяна Васильевна спрашивает. Через портал возможно все. Я советую это делать через портал Госуслуг, где автоматически представляются все документы. Это федеральный сервис, направляется документы по месту прописки с предоставлением всех документов. Я думаю, что возможно. Это постоянная прописка. Многофункциональные центры, в общем-то, структура такая развивающаяся. Мы заметили, что, как вы подвели итог, в начале, что, начиная от небольшого количества услуг, сейчас уже 200 сколько? Больше 260. С 1 января, это я привел данные 16-го, сейчас уже больше 300. Больше 300? Да, уже больше 300, с учетом тех 60, что мы передали. В идеале, какое количество услуг, я не имею в виду число, а вообще, какой организм должен представлять собой многофункциональный центр, чтобы это была просто мечта? Ну, мечта, ну, в принципе, мы совершенствуемся, да. Самое главное, ну, я считаю, и к чему мы идем, ну, это кадры, да, информационные системы кадры, развитие портальных технологий. То есть, все большее количество услуг можно получить, не выходя из дома, ну, подать заявление во всяком случае, да, через функционал регионального портала госуслуг, услуги.мосрек.ру, либо федерального портала, да, ну, и на базе МФЦ. Ну, я считаю, что у нас есть над чем работать, конечно, да, вот в плане обеспечения удовлетворенности наших заявителей, граждан, мы ведем еженедельный мониторинг просрочек по оказанным услугам. Это региональный, федеральный, и предпринимаем меры для их ликвидации, и в ежедневном режиме ведем мониторинг просрочек даже, как это сказать, по услугам срок, по которым истекает 3-4 дня, мы уже мониторим и уведомляем орган местного самоуправления, администрацию и соответствующее подразделение о том, что необходимо им уложиться в сроки. Для того, чтобы гражданин в указанной расписке, которую он получает при сдаче заявления, срок пришел, и ему не надо было дополнительно уточнять, есть ли результат, либо нет. Пришел и получил. Вот к этому мы и стремимся. Я думаю, что в конце концов, к этому мы все и придем, и будет комфортно. Это еще не окончание нашего вечера. Еще есть вопрос. Может ли человек с пропиской из другого муниципалитета области воспользоваться услугами нашего многофункционального центра? Я приведу один пример. Для того, чтобы, допустим, подать заявление на замену паспорта, в обязательном порядке, это по правилам, установленным не МФЦ, нужно либо быть зарегистрированным на территории Ленинского района, либо быть зарегистрированным по месту пребывания, либо фактически указать место фактического жительства на территории района. Только в этом случае примут заявление. Но вот если смотреть по паспорту, по заграничному паспорту, то если человек прописан в Челябинске, но проживает, временно проживает здесь, Но это в паспорте должно указано, да? Да, указано в заявлении. Именно территория проживания Ленинский район. Он может подать заявление на заграничный паспорт. Пожалуйста, ему оформят, но в этом случае срок предоставления услуги увеличивается до трех месяцев. Это связано с направлением межведомственных запросов по месту регистрации. Вот как-то вот так вот. Если я ответил. Я думаю, да. Ну и напоследок я предлагаю вам пожелать что-то телезрителям, вашим посетителям о вашем общем сотрудничестве, так скажем. Ну, я больше посетителям, ну что я могу пожелать? Ну пусть приходят и пользуются услугами МФЦ, да, а мы постараемся со своей стороны так сделать, чтобы ни один посетитель не ушел неудовлетворенным и без улыбки. Вот мы к этому стремимся. Я думаю, что так и будет, и мы добьемся таких результатов. Спасибо вам большое за интересную беседу. А я напомню, что в нашей студии был Сергей Сергеевич Байков, начальник организационного отдела многофункционального центра Ленинского района. И мы беседовали об этом центре, о его работе и отвечали на ваши вопросы. Всего вам самого доброго и до свидания. До свидания.